Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин и это новости из США Игоря Айзенберга. Среда, 22 февраля 2023 года. Краткая сводка главных новостей дня. Поездка Джо Байдена в Киев и Варшаву и его выступление это действительно историческое событие, которое войдет в главы учебников истории так же, как вошли в них выступления президентов Кеннеди и Рейгана в западном Берлине. «Я берлинец», — сказал Джон Кеннеди. «Мистер Горбачев, разрушьте эту стену», — сказал Рональд Рейган. «Диктатор, стремящийся восстановить империю, никогда не сможет ослабить, стереть народную любовь к свободе. Жестокость никогда не подавит волю свободных людей, и Украина никогда не будет победой России. Никогда», — сказал президент Джо Байден. «То, что Байден, которому охраняющая его секретная служба, не разрешала ехать на поезде на собственную инаугурацию из его родного Делавера, не разрешает ездить на поезде на выходные в Уилмингтон, это час-двадцать минут поездом из Вашингтона, и обратно в Вашингтон, настоял на том, что он поедет в Киев на поезде, и что задача секретной службы — обеспечить его поездку. А его задача и цель, как президента США, побывать в Киеве — это само по себе дорого стоит». Но эта историческая поездка не просто знак солидарности, это свидетельство того, что борьба за свободу, за право людей быть свободными, борьба против злокачественных сил современного мира — это то, что определяет сегодняшнюю эпоху, то, что определит нашу жизнь в ближайшие и последующие десятилетия. И это то, что определяет сущность Джо Байдена, как человека, как политика, как президента Соединенных Штатов. О поездке президента, о ее влиянии на происходящее в мире мы еще обязательно поговорим позже на этой неделе. А пока очень коротко о других новостях. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт в Ютубе, Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке, Мастодоне и ТикТоке. Ну а мы начинаем. Джо Байден встретился во вторник вечером в Варшаве с президентом Молдовы Майей Санду. Как сообщает пресс-служба Белого дома, цитата, «Президент Байден подтвердил твердую поддержку США, суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Он отметил текущую помощь США, направленную на укрепление политической и экономической устойчивости Молдовы, включая программу демократических реформ и энергетическую безопасность, а также на преодоление последствий войны России против Украины». Конец цитаты. Не видать Путину Молдову так же, как не видать ему Украину. Никогда. В Киеве во вторник побывала делегация республиканских членов Палаты представителей во главе с председателем Комитета по международным делам Майклом Макколом. Делегация встретилась с Владимиром Зеленским и заверила его в том, что Палата представителей будет поддерживать выделение денег на помощь Украине. Вместе с тем, республиканский губернатор Флориды Десантис, считающийся самым вероятным соперником Трампа в борьбе за номинацию в президенты от республиканской партии, хотя Десантис пока не объявлял, что будет баллотироваться, участвуя в утренней программе канала Fox, Fox и друзья, как раз в то время, когда Джо Байден был в Киеве, высказал вполне трамповскую позицию о войне России против Украины. Цитата. Они, администрация Байдена, фактически проводят политику выписывания Украине пустого чека, не имея четкой стратегической цели, и эти вещи могут обостриться, и я не думаю, что в наших интересах ввязываться в опосредованную войну с Китаем, ввязываться в нее из-за таких вещей, как приграничные территории или Крым. Я не думаю, что все это, война России против Украины, произошло бы, если бы не слабость, которую президент проявил в первый год своего правления, кульминацией которой, конечно, стал катастрофический вывод войск из Афганистана, конец цитаты, сказал Десантис и продолжил. Поэтому я думаю, что пока он там в Украине, я и многие американцы думаем про себя. Он очень обеспокоен этими границами на полмира от нас, но ничего не сделал для охраны нашей собственной границы здесь дома. В нашу страну прибывают миллионы и миллионы людей. Десятки тысяч американцев погибли из-за фентанила. И мы, конечно, мы только что пережили национальное унижение, когда Китай послал воздушный шар шпион, который пролетел через всю территорию Соединенных Штатов. Так что у нас накопилось много проблем здесь, в нашей собственной стране, которыми он пренебрегает. Конец цитаты. Когда многие американские политологи называют Десантиса тем же Трампом, только ведущим себя культурнее на публике, то, очевидно, они не ошибаются. Эмили Корс, староста специального большого жюри, которая заслушивала в округе Фултон в штате Джорджия показания 75 свидетелей и изучала представленные документальные доказательства по делу об оказании давления на власти Джорджии с целью заставить их сфальсифицировать результаты выборов 2020 года в пользу Трампа, дала интервью каналу NBC. Не раскрывая никаких деталей, которые она не имела права раскрывать, Корс сказала, что специальное большое жюри по итогам своей работы рекомендовала прокурора Фанни Виллес предъявить обвинение более чем дюжине фигурантов. В ответ на вопрос, есть ли среди них бывший президент, Корс ответила, цитата, «Вы не удивитесь, когда узнаете, кто среди них есть». Конец цитаты. В настоящее время прокурор Фанни Виллес работает со всеми материалами, собранными специальным большим жюри. Для того, чтобы предъявить обвинения, она должна утвердить их не в специальном, а в обычном большом жюри, предъявив собранные доказательства. В штате Вирджиния, в 4-м избирательном округе по выборам в Палату представителей, состоялись внеочередные выборы в связи со смертью члена Палаты от этого округа, который умер еще в ноябре, буквально сразу после выборов. Уже ясно, что демократ Дженнифер Маклеллан побеждает республиканца Леона Бенджамина. Таким образом, в Палате представителей теперь будут заполнены все 435 мест. 222 из них принадлежат республиканцам, у демократов теперь будет в Палате 213 представителей. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну и как всегда, пишите, откуда вы смотрите и слушаете новости из США. Спасибо всем, кто уже это делает. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, Инстаграме, Фейсбуке и ТикТоке. И Мастодоне. И спасибо всем, кто поддерживает Рашкин Репорт на Патреоне. Вы мои герои. Это были новости из США Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габблэс Америка.